Приветствую, друзья! Лукашенко потребовал от России компенсацию за построенную в кредит АЭС. Атомная электростанция строилась российским подрядчиком и на российские деньги. То есть, по сути, Лукашенко получил в подарок эту самую АЭС стоимостью 10 миллиардов долларов. А потом еще потребовал дополнительную компенсацию за то, что этот подарок ему доставили несколько позже, чем обещали. Лукашенко – это очень яркий, но совсем не единственный пример того, как Путин умеет дружить в убыток со всякими диктаторами и автократами. Убыток, понятное дело, не для себя, а для страны, то есть для нас с вами. Об этом сегодня и поговорим. Вот давайте вместе поставим мысленный эксперимент. Представьте себе некую страну, которая в 90-е и в начале 2000-х поддерживала сепаратистов и боевиков-исламистов на Северном Кавказе. Добавим, что эта страна входит в НАТО, а ее армия в мирное время сбила российский боевой самолет, обвинив его в нарушении границы. Мало того, эта страна не признает Крым российским, поставляет оружие Украине. Вот как вы думаете, насколько жестко по отношению к этой стране ведет себя Владимир Путин? Наверное, она объявлена недружественной, наверное, ее лидера день и ночь критикуют российские пропагандисты. Против компаний из этой страны введены жесткие санкции. Так? Вот и нет. В реальности Путин считает руководителя этой страны дорогим другом. Он продает ему газ со скидкой, поставляет оружие на льготных условиях и строит атомную электростанцию. Да и вообще всячески помогает. Не верьте? Страна эта называется Турция. Ее лидера зовут Реджеп Ардаган. И все обстоит именно так, как я и сказал. Как говорится, загибайте пальцы. Турция имела очень тесные связи с чеченскими боевиками в 90-х. В начале 2000-х турецкие наемники воевали в Чечне. Турция одной из первых вступила в НАТО еще в начале 50-х. В ноябре 2015-го турецкие истребители сбили российский Су-24, который якобы на 17 секунд залетел в воздушное пространство Турции. То есть буквально солдаты НАТО, в данном случае турецкие, напали на российских военных и убили одного из них. Мало того, Турция последовательно отказывается признавать Крым российским. И уже во время начатой Путиным войны заявила, что полуостров должен перейти Украине. С чем я-то согласен. А вот Путин вроде бы как формально возражает. Ну и конечно турецкие компании поставляют оружие ВСУ. С точки зрения Путина украинским нацистам. Думаю, о Байрактарах все слышали. В Украине даже начали строить целый завод по производству этих беспилотников. Да, после того, как турки сбили наш истребитель Путин, метал громы и молнии, рассказывая об ударе в спину. Обещал, что Турция одними помидорами не отделается. И действительно, целых два с лишним года в России действовали ограничения на поставки томатов из Турции. Очень суровое наказание. В остальном Турция не просто отделалась помидорами, а прямо-таки озолотилась. Ну вот смотрите сами. Турции фактически подарили статус газового хаба, построив туда газопровод «Турецкий поток». Конечно, строительство газопровода позволило получить лишний инструмент шантажа Украины как транзитера газа. Только вот одна проблема. Газопровод этот, по расчетам сделанным еще до начала войны против Украины и до санкций, не окупится даже за 50 лет. Ну, как сказать, не окупится. Для «Газпрома» не окупится. То есть, в конечном итоге, для всех россиян, потому что вроде как «Газпром» – компания государственная. А для Турции вполне себе окупится. Уже окупился. Ведь она, ничего не потратив, теперь регулирует российский экспорт газа в Южную Европу. Именно поэтому выбивает себе скидки и рассрочки на оплату этого самого газа. Причем рассрочку Эрдоган получил буквально за неделю до выборов, где победил с небольшим перевесом. А перед выборами он пообещал бесплатно поставлять избирателям определенный объем газа каждый месяц. Это своим избирателям Владимир Владимирович вместо бесплатного газа каждый год дает повышение цен и тарифов. А вот турецким, ну, как не помочь. Не зря же после победы Эрдогана на выборах Путин назвал его, вот именно как я сказал, дорогим другом. Другой пример. Россия строит в Турции уже упомянутую электростанцию Акую стоимостью 20 миллиардов долларов. Думаете, это турки платят, а государственный Росатомс зарабатывает? Как бы не так. Все средства идут из российских кредитов. А уже потом, после ввода эксплуатацию, АЭС, мол, начнет отбивать стоимость строительства поставками электричества. Но далеко не факт, что отобьет, потому что условия прописаны совершенно кабальные. Значительную часть вырубанной электроэнергии придется продавать по фиксированной цене в течение 15 лет. Можете себе представить, что в России хотя бы не на 15 лет, а хотя бы на 2-3 года ввели фиксированную цену на электричество. Вот и я не могу. Идем дальше. Даже история со сбитым российским истребителем не повлияла на решение Путина продать Турции новейшие комплексы ПВО С-400. Причем, наверное, вы уже догадались, что, конечно же, в кредит. За счет всех россиян президент Путин решил вооружить страну проклятого НАТО. А когда эти комплексы снова собьют российский самолет, он, наверное, пару раз сделает страшное лицо на камеру и потом на какое-то время ограничит импорт турецких помидоров, а потом все забудет. Перевернет страницу, как говорится, ради дорогого друга. Думаете, Турция это исключение? Просто вот настолько Путину нравится Эрдоган, что он ведет с ним дела абсолютно в ущерб национальным интересам в том виде, в котором их, конечно, понимают в Кремле. Да нет, это правило. Владимир Путин возвел в правило принцип дружбы в убыток. Это когда президент России щедрой рукой раздает разнообразным автократам кредиты, льготы, поставляет им оружие, а в обмен получает заверение в дружбе и уважении. Иными словами, Путин меняет наши с вами общие бюджетные деньги на слова и чувство глубокого личного удовлетворения от мнимых унижений американцев и прочих западников. Возьмем хоть стратегического партнера наших кремлевских старцев Китай. Вот чем российские пропагандисты хвалились по итогам недавнего визита в Пекин? Тем, что Си Цзиньпинь целые три часа проговорил с Путиным. А еще вместе с председателем КНР первым зашел в банкетный зал. Вот, мол, главный гость. Но, по сути, Путин вернулся из Пекина с пустыми руками. В Кремле очень хотят строить новые газопроводы в Китае, чтобы компенсировать потерю европейского рынка. Но китайцы-то не хотят участвовать в этих проектах только с большими скидками для себя. Да-да, на фоне гигантских убытков Газпрома, на фоне санкции войны, которая теперь сжирает большую часть всех расходов бюджета, одновременно с повышением тарифов для населения Путин продает газ Китаю со скидкой в 50%. Это вот вражеские бездуховные европейцы покупали российскую нефть и газ по рыночным ценам. Прагматичные китайские товарищи такими глупостями не занимаются. Заодно Путин, выдавив из страны западные компании, беззастенчиво сдает внутренние рынки для китайских товаров. Почти везде вместо импортозамещения мы наблюдаем китайскую экспансию от рынка смартфонов до рынка новых автомобилей. С машинами вообще смешная история. Помните, с какой гордостью по телевизору рассказывали про новый москвич? Мол, наш ответ Чимберлену, то есть вот всем этим вашим бездуховным Тойотам и Мерседесам. Оказалось, это просто копия не самого выдающегося китайского седана, но дороже оригинала. То есть в Китай из России с огромными скидками идут нефть и газ. Оттуда поставляются промышленные и потребительские товары, которые оказываются дороже и хуже качеством, чем даже те, которые поставляются именно на Запад. И все это вместе Путин называет стратегическим партнерством. Знаете, как на самом деле это называется? Колониализм. Это когда более мощная держава скупает по дешевке в колонии сырье и сбывает там собственную продукцию высоких переделов. И как вы понимаете, колония здесь Россия. И ладно бы речь шла только о по-настоящему крупных и важных странах. Все-таки Китай одна из двух крупнейших экономик мира. Турция – региональная сверхдержава. Но нет. Путин дружит в убыток даже с самыми ничтожными и бездарными диктаторами. Вот, например, Венесуэла, которую Николас Мадуро довел до полноценного гуманитарного кризиса. Так Россия выдает ему 17 миллиардов долларов кредиток. Как вы думаете, какие шансы когда-то вернуть эти деньги? Зато Венесуэла, разумеется, поддерживает войну против Украины. На словах. Александр Лукашенко уже чуть ли не четверть века показывает мастер-класс, как можно кормиться за счет России. В случае с Белоруссией речь идет не только о кредитах, но и о колоссальных по объемам субсидиях. Вернуть эти средства или как-то их окупить просто невозможно. Взамен Лукашенко с удовольствием рассказывает об интеграции с Россией, предоставляет свою территорию для российских военных. Но даже Крым в составе РФ до сих пор не признал. Ну и правильно. А он что, дурак что ли? Я не признавал Крым, Абхазию и прочее, как меня упрекали. Не потому что я там имел особую какую-то точку зрения и так далее, как бы мне ни казалось, это и выгодно не было. Нет. А потому что это ничего не изменило, это ничего не давало. Вместо того, чтобы строить долгосрочные и отвечающие интересам нашей страны отношения с Западом и Востоком, Путин строит личные отношения с диктаторами и помогает им за счет всех россиян. Будь то Эрдоган, будь то Мадуро, Си или Лукашенко. Схема везде одна. Даже в случае с откровенными террористами и экстремистами, вроде Талибан и Хамас. Талибам, установившим дикие средневековые порядки в Афганистане, Путин готов поставлять зерно и нефтепродукты в обмен на, не поверьте, на изюм и лекарственные травы. Интересно, сколько они этого самого изюма и этой травы в Россию напоставляли. Что касается террористов из Хамаса, то их как уважаемых партнеров принимали в Москве. Даже после чудовищной террористической атаки на Израиль в российском МИДе не собираются рвать связи с террористами. Ну и, конечно, МЧС немедленно отправила гуманитарную помощь для сектора газа. Не, это неплохо в принципе, но цинично смотрится на фоне разрухи на территориях Украины, которую Путин якобы освободил, а на самом деле полностью разорил и бросил жителей на произвол судьбы. Просто посмотрите на эти кадры, как отчаявшиеся люди штурмуют грузовик с гуманитаркой в якобы освобожденной, непонятно от кого, Луганской области. Вот буквально в те же дни, как Путин отправляет самолет МЧС с помощью для сектора газа, где в принципе вполне есть соседи, способные им помочь. Почему же так получается-то? Потому что Путин не проводит внешнюю политику в интересах страны. Я уж не говорю про интересы граждан. На международной арене он решает личные проблемы за счет ресурсов государства. За счет граждан он задорого покупает лояльность себе и своему режиму. Покупает у автократов, диктаторов и террористов. Потому что только они готовы продавать ему свою лояльность. Только эта лояльность недорогого стоит. Это показная на словах лояльность, которую приходится покупать за настоящие деньги. Никто не вернет российским гражданам миллиарды долларов за построенные газопроводы и электростанции, поставленные энергоносители или выданные кредиты. Эти деньги взяты у российских граждан и отданы нечистоплотным лидерам, готовым на словах поддерживать Путин и его режим. Эти деньги взяты из российских больниц, из школ, из пенсий. На эти деньги страна могла развиваться, строить жилье, дороги, мосты. Но вместо этого сотни миллиардов долларов навсегда потеряны ради личных амбиций вождя и небольшого продления срока режима его личной власти. Счастливо вам. Этот режим проедает страну и ее будущее. Этого не остановить, пока Путину власть. Продолжение следует...